Юбилейный для Шадринского театра сезон закончился, а перемены к лучшему только впереди. Напомним, учреждение культуры получило 5,5 миллионов рублей благодаря проекту партии «Единая Россия» – театры малых городов. Его авторы отмечают, что очень важно сохранять муниципальные театры, вокруг которых вращается местная культурная жизнь. Таких учреждений, находящихся в населенных пунктах, где живет менее 300 тысяч человек, в России около 160. И они крайне нуждаются в поддержке. Единственная загвоздка была попасть в этот проект, что наш театр является не муниципальным, а государственным, хотя находится в муниципальном образовании с населением менее 300 тысяч человек. И хотелось бы поблагодарить секретаря регионального отделения партии «Единой России» Кофеева Евгения Ураловича и председателя Курганской областной думы Фролова Дмитрия Владимировича за то, что они смогли включить наш театр в этот проект. Часть полученных средств уже ушла на создание новых спектаклей «Тетки» и «Звездный час» по местному времени. Последний пока был показан всего один раз, но зрители увидят его еще неоднократно. Более того, именно он откроет предстоящий театральный сезон. Также постановку, которая уже заслужила восторженные отзывы зрителей, планируется заявлять на различные фестивали и конкурсы. Остальные средства мы запускаем на улучшение материально-технической базы. То есть мы покупаем световое оборудование, которого нам не хватало. Несмотря на то, что у нас был новый пульт, который три года назад нам область приобрела, у нас не хватало световых приборов для улучшения качества спектаклей. Уже готовы все необходимые документы и объявлен аукцион. Так что, по словам Павла Солодухина, есть все основания надеяться на то, что в сентябре новое световое оборудование появится в театре. Небольшую часть из этих средств мы направили на улучшение из бокового оборудования. Ну а оставшиеся средства мы планируем потратить на два спектакля. Так что шадринских театралов ждет немало сюрпризов. К тому же один из этих спектаклей будет ставить режиссер из Германии. Немец Андреас Мерц-Райков. То есть мы как бы начнем новый этап работы для нашего театра с режиссером, который очень хорошо известен в нашей стране. Он ставил и на Таганке, и ставил в Амхате. И совсем недавно он номинировался как режиссер спектакля на «Золотую маску». Отмечается, что режиссер такой величины в шадринском театре еще никогда не работал. Что конкретно это будет за постановка, в театре пока не рассказывают. Но совсем чуть-чуть завесу тайны все же приоткрыли. Ну мы все верные. Но могу только закинуть удочку, что немец приставит Шекспир. Режиссером второго спектакля станет известная в Шадринске Юлия Батурина. Напомним, благодаря ей увидели свет такие постановки, как «Чморик» и «Приснись мне». В качестве подарка на 120-летие театру были выделены и деньги на ремонт фасада здания. Сейчас оформляются необходимые документы. Но пока нельзя точно сказать, когда именно начнутся работы. В кресло в зрительном зале еще один больной вопрос для театра. Как отмечает директор, начальник управления культуры Курганской области держит его на контроле. Но оборудование оборудованием, а театр – это прежде всего актеры. Пока трудно точно сказать, какие перемены ждут труппу. Но прогнозы благоприятные. После собеседований с актерами, которые мы проводим в конце каждого сезона, пока никто не изъявил желание, что он уйдет. Так что я надеюсь, что труппа сохранится, все останутся и будем дальше работать. Перемен к лучшему шадринскому зрителю не придется ждать слишком долго. Предполагается, что все средства, выделенные в рамках партийного проекта «Театры малых городов», будут освоены до конца ноября.